Щенка Щенка выбросили на стройке в холодную яму, и чудо, что его нашли. Он не становится на задние лапки. Ему примерно 3-3,5 месяца. По рентгеновскому снимку явных признаков смещения позвоночного костей позвоночного столба не визуализируется. Признаков перелома костей таза, тазовых конечностей не визуализируется. У собаки есть признаки парапареза тазовых конечностей с сохранением глубокой болевой чувствительности, с сохранением рефлекса. Это говорит о том, что спиной мозг цел, но есть какой-то компрессионный фактор. То есть есть скорее всего либо гематома, либо отек, который вызывает у собаки вот такой неврологический дефицит. Для постановки диагноз предварительный у нас будет звучать это перелом первого крестцового позвонка, либо контузионные повреждения спинного мозга. Сейчас мы сделали нестероидный противовоспалительный обезболивающий. Для постановки окончательного диагноза или для дифференциальной диагностики рекомендовано миелокатая груда поясничного отдела позвоночного столба. Его можно сделать в клинике ветеринарный лазарет на улице Московской. Если пока не делать компьютерную томографию, то будет назначена противоотечная терапия. Это препарат Питкам полмиллиграмма по одной таблетке один раз в день, пять дней внутрь, строго после еды. На повторный прием с питомцем через пять-шесть дней или с результатами компьютерной томографии. Если вы начинаете давать препараты завтрашнего дня, послезавтра, но пока не записались на КТ, но вы видите, что собаке значительно становится лучше, он пытается уже подниматься, ходить, то в принципе компьютерная томография нам не нужна будет. Тут скорее всего речь будет идти об отеке спинного мозга, то есть о ушибе спинного мозга, который уже убирается и собака в принципе после относительно продолжительного лечения придет в свою норму. В выписке все будет указано. Малыша отправили на КТ. Из всей сложной терминологии медицинской понятно, что у него травматическая контузия спинного мозга без повреждения костных структур. А значит малыша не просто выбросили, а швырнули в яму, в результате чего он получил травму. Звать его Греф. Отправили его на передержку. Он проходит сейчас курс лечения. Иди ко мне. Иди ко мне, Греф. И уже пытается даже... Иди ко мне, Иди ко мне, Иди. Иди ко мне, Греф. Грю, давай, иди-ка. Давай, иди-ка. Греф, ну иди, ну че ты, ну как, ну че ты такой. А дальше он начал душить меня. Потом вернулся мы. Смотрим, что... Давай, 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 давай. Начал душить его. Вы решили его... Сейчас. Очень аккуратно, точечная. С хиганца. Давай, давай, разворачивайся. И Вова угомонит. Ну? Вот если бы приехали, Вова, то... Давай, 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 иди, иди. Давай, 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 иди. Давай, 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 иди. Ну? Разворачивайся, разворачивайся. Забирай его. Разворачивайся, иди сюда. Хорошо, иди сюда. Хорошо. Ну, хорошо. Давай, иди сюда. Давай, давай, иди сюда. Иди сюда. Ну, двигайся, двигайся. Ну, зайчик мой, ну, двигайся. К Укра 하나� uncle Филейшн Мы гавкать умеем Радик А это наш Ярик. Свалился на задние лапки в вольере. Сейчас тоже проходит курс лечения. И уже встает на задние лапки. Но делает буквально пару шагов и опять падает. Друзья, мы не всегда можем обеспечить их специализированным кормом, витаминами. Необходимы лекарственные препараты. Как вы знаете, ветеринарные препараты стоят дороже, чем человеческие. И без вашей помощи, без вашей поддержки нам не вылечить этих малышей. Будьте милосердны. Будьте милосердны. Будьте милосердны. Будьте милосердны.